Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня кое-что необычное. Я заказала вот такие тосты с сыром, но они достаточно странно выглядят. Я не могу найти здесь сыр. Давайте вот так вот поближе покажу вам. Вы видите здесь сыр? Картинка была совершенно другая. Там просто была куча сыра, а вот на самом деле пришло вот такое. Но, возможно, они очень вкусные. Здесь у нас Искандер Донер, который я очень люблю на самом деле, но каждый раз боялась заказать к себе домой. Потому что я не знала, в каком состоянии это придет. Оказывается, вот в таком интересном органайзере, что у нас здесь. Это все, что есть в обычном Донере, только в раскрытом состоянии. Мне кажется, это очень интересно. И еще мне положили вот такую булочку. То есть Искандер Донер это тот же Донер, просто в раскрытом состоянии. Булочка настолько мягенькая, настолько ароматная, вы просто не представляете. Просто она сюда не поместилась. Ее как-то с бутербродом вечером схомячу. Здесь у нас немножко зелени, лучок. И снизу здесь картошка фри. Также очень часто Искандер Донер бывает с сухариками внизу. И можно было выбрать такой вариант, но я решила попробовать именно с картошкой фри. Потому что с картошкой фри никогда не кушала. Здесь очень много мяса. Малясь пересолили. Но я такое люблю. Я взял с курицей. Давайте вот так вот вам покажу. С картошкой фри просто супер. Очень вкусно. Сегодня сильно нажираться нельзя, потому что сегодня мы увидимся с моей подругой. С ее мужем, мой парень. В общем, вчетвером собираемся пойти покушать с уже. Поэтому в животе нужно оставить место. Как только я с кем-то начинаю чуть-чуть пореже видеться, все. Начинается комментарий. Вы перестали общаться, ты не умеешь дружить. Как же меня это раздражает. У меня есть друзья, с которыми я могу полгода не видеться. И что это значит все. Мы больше не общаемся. У нас позвали на мероприятие одного бренда. Но я решила туда не идти. Потому что я не очень люблю подобные мероприятия. Если чувствую как-то некомфортно. Вот подруга пойдет. Вот после мероприятия Мы должны увидеться. Меня однажды позвали На телевизионный канал. Я спросила, сколько мне за это заплатят. И мне сказали, вы что? Все платят, чтобы попасть в телевизор. А вы попадете абсолютно бесплатно. Я говорю, все равно там нет моей целевой аудитории. Если вы мне не заплатите, я не приду. И они, естественно, сказали, ну и не надо. Так что меня вытащить из дома. Это тот еще квест. Вообще, меня очень раздражают магазины. Бьюти-магазины, которые воруют видеоблогеров. И публикуют на своей странице. Я сняла видео с тушью. Пишет один у меня крупный магазин. Можно мы поделимся вашим видео? Я захожу на их страницу. У них вообще нет авторского контента. Они просто берут, воруют у блогеров. Желательно зарубежных. Чтобы они не увидели. Публикуют у себя на странице. До меня просто не доходит. Почему нельзя одного человека взять на работу, одного, заплатить ему зарплату, и пусть за вашей страницей создает авторский контент. Неужели это так сложно? Я написала нет. Я не разрешаю брать мой контент. Ни в коем случае. До этого у меня уже была подобная проблема. Что мои видеораспаковки с Trendyol копируются, выставляются на свою страницу. И сверху просто ставят свою ссылку. И с помощью моего видео просто зарабатывают деньги. Я получается лохушка. Беру, заказываю столько вещей. Выбираю среди них самые достойные. Снимаю видео. Монтирую, озвучиваю. Публикую. Люди просто решили не сморачиваться. Взяли, украли у меня и опубликовали. В общем, заморачиваться. Я просто считаю это вверх наглости. Я же не говорю, что только я имею право это публиковать. Закажите вы тоже, снимите видео. Расскажите, понравилось вам, не понравилось. И зарабатывайте. В чем проблема? Хорошо, что в ютубе подобное очень круто пресекается. Камера сразу фокусируется у меня на лице. Именно поэтому рукой я закрываю свое лицо и показываю вам очень аппетитные тантуни. Смотрите, какая вкуснятина. Как пахнет, просто нечто. Надо этому ресторану 5 звезд поставить. Потому что вовремя, вкусно и добавить в избранное. А то у меня, знаете как, я что-то закажу, а потом я даже не помню, что я у кого заказала. Мне однажды очень не понравилась одна суши-доставка. Я потом перепутала, опять у нее заказала. То есть жалко, что в приложении нельзя заблокировать заведение, которое тебе не понравилось. Там у них какие-то скидки появляются, новый сет, и сразу тебе выходят в рекомендации. Ты думаешь, блин, как классно, попробуй что-то новое. А потом понимаешь, что это та самая доставка, которая тебе совершенно не понравилась. Сыр с ветчиной. Куда его сюда, скажете вы? По ютубе, если кто-то украл ваше видео и публиковал у себя на странице, вы можете кинуть страйк. Я уже так делала. Если канал получает три страйка, канал блокируется. Так что чужие видео публиковать не самая хорошая идея. Сначала мне было как-то неудобно, а потом я вижу, что мои полноценные мукбанки перезаливаются на другие каналы. на каналы уже, где есть монетизация. Например, вам в рекомендации попадается мое видео, и вы даже не обращаете внимание, какой это канал. Люди смотрят, зарабатываются деньги, а человек, который создавал этот контент, остается просто в стороне. Возможно, сейчас вы начнете писать, что ты слишком жадно и так далее. Но я считаю, что у нас на самом деле свободная конкуренция. Каждый человек может начать снимать видео. Почему бы не снимать самостоятельно видео, чем брать у кого-то. Почитала комментарии. Все одобрили мою идею с мукбанком в машине. Так что обязательно в ближайшее время собираюсь это осуществить, а точнее завтра. Посмотрела прогноз погоды, завтра у нас будет дождик, причем, знаете, такой сильный. Сегодня тоже дождик, но он прям чуть-чуть покапал, и я прям хочу, знаете, такой прям сильный дождь. Я думаю, будет очень интересно. либо суши закажу. Но я не знаю, насколько удобно будет суши макать вообще в этот соус. Удобнее всего кушать шурму. или можно из мака, что-то. Поехать, макдрайв, заказать. обожаю этот сыр, Хохланд. Ну, наверняка, в супермаркетах везде вы его видели, я его просто обожаю. Здесь внутри как будто кусочки ветчины, обратите внимание. Те соусы, это чтобы макать. Ну, и так, и так очень вкусно. Я поняла, что публиковать влоги с переводом обязательно нужно, потому что темы, которые я затрагиваю в мукбанках, потом вы когда видите, что действительно это так, вы понимаете, что эти истории я не придумываю. В предыдущем влоге я вам показала надпись около лифта, где написано о том, что больше трех человек в лифт заходить не могут, потому что в соседнем здании лифт упал, там правда написано на азербайджанском, но в любом случае. То есть, вот то, что я вам рассказывала на мукбанке, что у нас в соседнем здании упал лифт, в комментариях мне писали, что ты просто придумала эту историю, чтобы что-то рассказать на мукбанке. Так вот, это не так. Все, что я вам рассказываю, это кусочки моей жизни и никакие истории я не придумываю. Возможно, я что-то нехорошо помню и могу рассказать немножко с погрешностями, но а так ни одну историю я не придумываю. На этом все, мои хорошие. Было реально очень вкусно. К сожалению, вам было не очень видно, но я почти все съела. как же меня достали волосы на мукбанке. Я себе сказала вот такие ленточки, которые были популярны в 2010 году именно для мукбанков, чтобы убирать волосы и не обливаться лаком для волос, потому что от него у меня начали выпадать волосы. На этом все. Спасибо, что досмотрели. Пока.